В Казани прошел велоквест. Полсотни участников оседлали двухколесные машины и проехали по городским музеям. Правда, экспозиции не осматривали, а отвечали на хитроумные вопросы по истории республики. Роман Шапшинский о том, как получилось совместить приятное с полезным. Олен – велосипедист со стажем. Первого железного коня оседлал, когда не было и четырех. Но настоящим средством передвижения двухколесный для него стал пару лет назад. Дама сердца жила за городом, и добираться до нее на общественном транспорте было неудобно. Парень решил достать из кладовки старого друга и поехать на нем. С тех пор каждый день наматывает десятки километров. Услышав об акции, без раздумий сказал – согласен. Сейчас музеем, все-таки внимание от музеев, оно отошло в сторону различных там более таких увеселительных мероприятий, типа кино. А вместе с тем музей несет в себе историческую составляющую. То есть мы, посещая музей, можем видеть наше прошлое, а не забывая наше прошлое, мы сможем лучше жить в будущем. Сейчас без велосипеда, как без рук и без ног. Скоро Олен с другом Дмитрием планирует совершить кругосветное путешествие и финишировать в Казани в день открытия универсиады. Этот велоквест – отличная разминка. С ним солидарны и девушки. Не надо изматывающих тренировок в спортзале. Свежий воздух, море впечатлений и знаний. Во-первых, нравится эта идея. И во-вторых, почему бы в выходные в хорошей погоде не съездить. Это интересно. К тому же это совмещение спортивного вида, ну спорта и культурного вида отдыха. Всего по городу колесило полсотни горожан. Проигравших не было. Все получили дипломы и подарки. В будущем году организаторы планируют расширить акцию, чтобы эрудиты заехали не в 7 музеев, как сейчас, а уже в 40. Роман Шапшинский, Павел Прищепов, Вести Татарстан.